я хочу сегодня с вами общаться на тему интересную тему потому что мы как верующие люди понимаем что мы возродились выше что-то особенное в нашей жизни произошло где мы стали переживать бога внутри себя и непосредственно стали понимать что не только бог есть где-то а он делает а свое обещание быть с нами в каждом месте в каждое время мы живем или умираем и со господним это понимаем прекрасно но после того как мы уже почти год знакомимся с таким унылым состоянием как коронавирус уже почти год как мы узнали об этом некоторые уже даже пережили а когда пережили все что-то прошли через коронавирус все-таки начинаем давать советы некоторые год начинают 20 как лечиться потому что уже поражили некоторые те кто прожили хоть мы дам совет как не пол не попасть больницу что нужно делать чтобы дистанционное такое расстояние было между людьми и но все-таки мы не стали и педенологами да мы не стали врачами мы не стали людьми которые стали спецами в этом деле но знаете мы любим давать советы всегда когда вот да это даже не касается вот коронавируса мы всегда ли будем давать советы где купить что взять как кое-что смешать что добавить что при приложить мы всегда даем советы множество советов они должны быть людей но все-таки некоторым людям на все наплевать из такие встречаешься с ними им все равно но можно делать что хотите что почтете нужным это ваше дело но мне на самом деле надоело по сути говорить о болезни как о личности на те когда вспоминаю о том что писание говорит язва ходящие в очне некая личность которая как ковид ходящий во тьме к будто он зах залазит к нам в дома проверять нашу иммунную систему насколько мы сильны насколько мы противостоим и вот и я хочу сказать что нам надоело говорить о болезни которая как люди предполагают загонит всех на изоляционные лагеря те которые не желают прививаться не надоело думать и слушать о том что будут делать вакцины которые в которых будет биочипы 5g который будет регулировать все это не надоело страх социальная дистанция давление и разочарование которое мы переживаем пока кроме тревог в нашем обществе ничего не дало коронавирус не соединил нас низ не сплотил нас против борьбы против него дав не сплотил есть как люди которые плевали на все если которые наоборот закрылись она не сплотила нас она не придала быстрых темпов развития медицины науки нет абсолютно ничего мы не смогли сделать и мы не сделал мы не стали героями украина к по крайней мере не смогла сделать первую вакцину понимаете да мне не сделала вот эпидемия не сделала того что бы хотелось бы сделать нас ближе сильнее быстрее и противостоять этому этой болезни и так поэтому мы не будем говорить о болезни хотя для многих это как раз вот и тема для разговора потому что они в полной изоляции сидят по домам но мы знаем что значит следовать за новостями кто из вас следит за новостями в это время особенно сидят за новостями мы знаем что значит следить за новостями которые хотя бы с привоза приходят тетя маня что-то сказала что она сказала и мы начинаем следовать если изучать услышали следить за тем что происходит в мире мы знаем как следовать за толпой да если кого-то бьют все толпа пошли синдром толпы мы знаем как следовать за толпой что дают как советском союзе не знаю но стоим в очереди хотим следовать за этой толпой мы знаем как следовать за учениями да себе находить проповедника только стят нашим ушам нашему состоянию мы знаем как следовать мы знаем как следовать за людьми в соцсетях не только посматривать что они делают а следить за ними и они любят лайки и последователи сколько последователей они собрали даже этот последний фильм который там сделали за дворец до 100 миллионов просмотров люди сделали себе имя почему бы нет мы мы знаем что но что мы можем следить но как верующие люди познавший однажды бога мы также понимаем что нам нужно следовать некоторым божьим посланием то что бог приготовил для нас сегодня а что значит следовать за духом вот мы говорим есть выражение следовать за духом куда дух божий поведет я спрашиваю себя и людей а что это значит не но мы чувствуем переживаем некое движение а что назначить вот я начал думать об этом и не вспомнилось местописание которое послание к римлянам до 8 глава ибо все водимы духом божиим суть сыны божьи интересно место вводимый духом божиим суть сыны божьи рождение свыше дает начало возрождению нашего духа и там где рождается новая жизнь еще год прошлое то есть ветхое прошло теперь новое рождение человека свыше когда он принимает господа спасителя своим личным спасителем он получает возрождение в своем духе некое естественно природное состояние открывается внутри нас где мы начинаем понимать и чувствовать божие направления нам мы чувствуем что мы были плохими нам нужно исповедаться что то что про прошлое должно уйти в прошлое теперь новая жизнь и все-таки в а вот данном отрывке в библии равши уль четко делать вывод что водительство водительство духом до или водимые нас это вот настоящая формата вот сейчас является в эту вождение духом святым да вот выявляется непрерывной работой духа святого непрерывная работа дух ведет нас сегодня так же как он делал это вчера мы так верующие люди я и по хочу сегодня дать немножко утверждения каждому из вас чтобы вы не унывали в этом время и вот этот эпидемий время из этих перемен и и даже тревоги чтобы понимали что мы сегодня с вами мы вводимы божьим духом для какой-то цели вопрос в том что как мы распознаем это водительство и сотрудничество с духом святым распознаем ли мы его или нет какие особенности в это время глобальных перемен существует когда мы должны переживать это вождение духом святым и я читал еврейский перевод это стерна то есть в мессианский перевод нового завета и я хотел посмотреть одну вещь я посмотрел и 1 иоанна от 4 глава 1 стих мне нравится как они пишут как с переводом сделано в стерна он говорит дорогие друзья не всякому духу доверяйте но проверяйте духом действительно ли они от бога так как много уже пороков вошло в этот мир скажите пожалуйста сколько из вас вот поднимали в моменты когда вот вам говорит а ты слышал что будет в 2021 ты знаешь что будет есть многие пророчества которые сложные сегодня в интернете и я например хочу увидеть исполнение них некоторые пророчествами что дональд трамп будет опять президентом нужно многим каткается но дорогие друзья не всякому духу доверяйте важно отметить глубокую разницу хочу чтобы понимали есть глубочайшая разница между откровением это то что бог говорит мне и проведением то есть другим с вами то что бог делает для меня то есть во мне и для меня если вот люди путают откровение которое получается и проведение то с чем человек живет постоянно почему я говорю они теряются те люди они имеют ну надо под провести линию потому что откровение имеет за окончательную форму туристами ты сказал она получила как откровение нужно быть исполнена она имеет окончательную форму она заканчивается когда-нибудь а вот проведение то есть помощь моем жизненном пути продолжается сейчас данную минуту и завтра доколе я не как бы не встречусь с ним вот вот это вот вождение духом святым вождение духом наша часть нашей жизни божьи взаимоотношения с нами через миссию находится сферу проведения мы надеясь на господа и шума мы получаем обеспечение милость благость ежедневным нашим потребствам вот от ранней зари буду искать тебя не найду ли то есть некое потребство божьем виденье проведение это называется вождение духом послание к риме на послал павел галера в шоула рассматривает и раскрывает основные темы веры первое он пишет мы оправданы не делами а в веру вишу россии мы освящены им и мы прославимся вместе с ним то есть другим словом мы входим в его обетование затем он говорит о том что нужно быть аккуратными увещевает нас и предупреждает вот от отрывок когда вот мы говорим водительство духом святым находится мир на стыке перед переходом от освещения к прославление нет никому наследию мы должны это понимать эти три важные части мы о чем я говорю все таки мы сюда иногда теряемся по понятии мы оправданы по вере правда мы свободны греха но все же существует смерть и нам когда-нибудь нужно придется встретиться с ней поймете чего говорю некое состояние если бы уже не было бы греха было бы у нас вечное тело но как бы мы свободны от греха но при этом находимся в этой жизненном пути где нам придется расстаться с этой хроминой называется тело парадокс какой-то да дальше мы освещены и будучи освещены мы имеем залог духа святого который внутри нас бывает но при всем этом остаются последствия греха кто из вас не грешит скажите так нервничаете что немножко так обозвали вашего соседа опять же вроде бы мы об освещены но и тут где-то где-то рядышком соприкасаемся с тем падшим миром который внутри нас еще это природа дальше мы мы покорились миссии разделяем его славу но все же существуют реальные страдания другими словами как мы говорим победили до кровью агнца его милостью богат на кого-то в кресте мои болезни все прекрасные привозены все проклятие да все мы понимаем и мы покорились его по победе но при этом где-то еще реальные страдания есть о этом потому что если так смотреть то мы должны были бы абсолютно совершенными здесь четыре параллели оправданы и все же смерть освещены и все же грех прославлены и все же есть страдания я буду говорить о том что мы должны быть людьми которые переживаем и чувствуем что бог делает данный момент мы торжествуем и будем торжествовать миссии потому что наша надежда только в нем вы не по плоти живете но по духу если только дух божий живет вас есть некоторое условие нам необходимо пребывать в миссии ешуа по обратите внимание что мы здесь увидим какое-то условие чтобы быть водимым божьим духом мы должны первую очередь иметь его в себе если только дух божий живет вас вот это слово если это как некое условие для того чтобы быть водимым божьим духом павел потом продолжает в этой же стихах если же только духа в миссии не иметь этого и не его а если вы миссии христовый то есть если миссия вас то тело мертвого для греха вопрос опять кто не согрешает есть условие дух божий должен быть нас жить в нас поскольку мы далеки от совершенства и продолжаем как бы находиться в страданиях нам нужен дух святой который направит нас для ответа которому нужен нам он должен вести и направлять нас сегодня здесь на земле чтобы мы могли устоять мы мы очень часто путаем одну вещь когда лет нам дан дух святой чтобы проводить и попробовать евангелие чудесами и знамениями это хорошо и скажу это очень хорошо но другая друг другом состоянии мне нужен дух святой чтобы я прошел мой путь чтобы тогда когда приходит и трудности переживания чтобы он успокоил меня дал мне надежду дам полное упование чтобы все будет нормально чтобы тут нормально в 8 глава именно римлянам павел пишет а те кто в миссии и так нет ныне никакого осуждение тем которые в миссии шоу не по плоти живут а по духу он осознавать направляет направляет по духу знаете вот сейчас я думаю об этом что вспоминаю своего папу он умер 15 лет назад все что о нем осталось о нем это хорошие красивые фотографии все все же мог взять это пару фотографий его для того чтобы вспоминать другими словами человек был прошел свой путь оставить здесь на земле ничего не смог кроме фотографий ну да скажите разве там чековую книжку не оставил или там еще дом или какую-то квартиру только бы людям не верит о себе что все что я могу взять я не могу взять в них квартиру куда-то завести с собой понимаете да что я могу взять только фотографии который будет напоминать мне о нем каждый из нас в этом мире приходя сюда оставится себе память для такого поколения а через десять поколения вас вообще забудут но по здесь еще говорит от вещи следовать за именно за богом в духе дальше говорится потому что закон духа жизнь вешуа миссия освободил меня от закона греха и смерти секунду разве мы не умрем разве мы свободны греха да мы свободны если понимаем как быть водимый духом божиим быть в миссии значит быть частью его самого его тела его общины нету отделенности бы знать миссии то быть в миссии да то вот здесь говорится итак нет ныне никого существу те кто которые вешуа миссии живут не просто они вешуа миссии они живут не по плоти просто желание пути а по духу вот это вождение духов стим которое нам нужно каждый день это также означает что увидев свои грехи мы исповедуем их и оставляем свой греховный путь мы не оставляем не становимся толерантными с грехом ну не могу избавиться поэтому буду жить его развивать этот грех но наоборот мы исповедуем и сражаемся мы исповедуем наш грех чтобы друг перед другом это чтобы исцелиться описание говорит признавайтесь друг перед другом чтобы что ислица если мы не боремся если мы не сражаемся после против греха мы не говорим друг друга никто нас нас не молится, тогда мы не можем сказать, что мы в Мессии, или же мы водимы Божьим Духом. Потому что этот Дух всегда приводит нас ко Христу и всегда приведет нас к исповеданию, то есть покаянию в нашей жизни. Мы не можем быть или говорить, что мы в Мессии и жить во грехе. Так невозможно. Мы не можем быть руководимы Духом Божьим, если дьявол нам на постоянно мысли, помыслы на зло делать. И наше плодие его исполняет. Не нужно обманывать самих себя. Нам следует реально оценивать нашу ситуацию. Поэтому Писание говорит, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, посмотрите, что было вчера, что сегодня. Посмотрите, реально взвесьте вашу жизнь. Вадимы ли вы Духом Божьим, или же нет? Для чего? Чтобы иметь общение. Иоанна 15, глава 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Другими словами, мы, если водимы Божьим Духом, то мы находимся в Нем. А если мы находимся в Нем, то мы пребываем в Нем, и чего-нибудь пожелаем, можем попросить. Что нас как бы тормозит в этих отношениях? У нас вопрос, а как это? Мы водимы Духом, но как мы можем понять это водительство? Что нас подвигает? Это его голос? Это чей-то чужой голос? Это я лично сам? Или что вообще происходит в моей жизни? Вот именно слово «Вадимы», я специально рассматривал его, и это слово имеет различные коннотации. И я хочу, чтобы вы услышали, что оно значит. Чаще всего это водить, да, вот как ошейник. Я уже вспоминал один раз свою детскую историю. мне было буквально почти 4 года, моему младшему брату было годик. Он начал ползать, там еще не ходил. И мама мне рассказывала, что я, она говорит, слышит, мой голос идет, я тяну на поводку, на ремне, у папины ремень на шее моего брата, я его тяну и говорю, собачка, аф, аф, тот посинел уже как бы так, я его тяну, он уже, и он синий, говорит, я чуть не убил своего брата. То есть, если когда мы смотрим на это Вадима, это вот как будто я вел его, тянул. Многие верующие так, они думают, что уже не знают, что делать, а Бог их тянет куда-то. Да, вот, давайте мы разберемся с этим словом, потому что вот вождение Духом Божьим, это очень емкое слово, но мы часто принимаем его как вот, есть у нас лидер, и он нас куда-то ведет, правда? Вот так вот чувствуем, что он нас куда-то ведет, либо так, как человек, который слепой, и мы его переводим через дорогу, да, вот это, но я вам зачитаю несколько примеров этого слова. Это вести, водить, проводить, уводить, нести, перенести, уносить, управлять, руководить, уходить, пойти, и самое интересное это проводить время. Проводить время. Очень важно, здесь два таких слова, которые мне понравились, управлять, то есть управляемый человек, он управляется духом, он управляется. Дух не принуждает нас совершать чего-либо против нашей воли. Если я не хочу, я не хочу. Есть моменты, когда люди могут исполнить свое пророчество, а могут не исполнить свое предназначение. Я имею в виду, слово Божие высвобождено в вашу жизнь, в вашем желании исполнить его или не исполнить. Это равносильно. Вам дали билет на поезд. Это от вас зависит. Вопрос, что мне там делать за той, за границей. Но у меня есть билет на поезд. Садиться в этот вагон, не садиться, ах, не сяду. Что-то здесь будет. В наших руках это вождение, то есть согласие или несогласие. И вот по воле Божией Бог вообще-то возрождает нашу волю. Против воли Он ничего не будет делать, но Он возрождает нашу волю для того, чтобы мы желали того, что Он желает. Это как в семье. Что ты будешь, дорогая? Не-не, ну что ты будешь? Ну я возьму то, что ты сделаешь. Даже если твоя пища не сильно мне нравится, я все равно ее съем, потому что я... Ну что ты хочешь? Послушайте, нарушать против воли человека Бог не будет делать ничего. Он будет нам показывать, препятствия какие-то будут происходить, но Он наоборот возрождает нашу волю, потому что Он становится женихом и тогда Он возрождает эту волю для того, чтобы мы и совершили то, что Ему нравится. А чтобы совершить то, что Ему нравится, нам нужно знать, что Он хочет. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел. Получить наследие. Пошел, не зная, куда идет. Интересно. Как нужно доверять было Богу идти, куда не знаем куда? Помните, песня есть? Город на камень, где не знаем сами. Помните этот фильм? Нет? Тресогуска, да? Это детский фильм, деток, город на камень, где не знаем сами. Идет и все. Мы ведем, идем туда, куда мы следуем и верим и искренне доверяем Богу. Авраам был таким человеком, он искренне доверял Богу. Верую, он обитал на земле, обетованной, как на чужой. И жил в Шатрахсе, Цаком и Яковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, который художник и строитель есть Бог. Другими словами, он доверился, и он был Вадим Божьим Духом. Как вы думаете, это, сколько времени прошло этих путешествий? Нам же кажется, проехаться от Котовского в центр, это нужно вообще иметь откровение? Боже, ехать, не ехать? И вообще, ехать, не ехать? Посмотрите, что происходит. Вы понимаете, что я говорю? Не, не ехать. А что не ехать? Ну, не знаю, потому что не хочу. Ну, не хотим вот в интернет. А, ну, интернет. В интернет зашел, кто-то тебя перебил, кто-то там позвонил. А что говорили? А не знаю. И так потихоньку жизнь уходит, не имея откровения. Такое водительство неизменно для нас. Вождение Духа Божьего, который ведет нас впереди. Он всегда будет нас вести к осуществлению Его руководства. И мы, следуя за Духом Божьим, мы должны доверять Ему постоянно. С нашей стороны это означает расти, послушание и ученичество. Как же Дух производит свое водительство? Каким образом? Я помню, как однажды, давно-давно, на заре харизматического движения, некоторые люди говорили, я вообще все доверяю Богу. Я иду на привоз или на прилавку, какие огурчики брать? И с правой хорошие, и с левой хорошие. И молятся, какие взять? И взяла, вот показал на эти, они были самые шикарные. Я задаю вопрос, а ты те попробовала? Такие же самые. Они были с одной и той же грядки, или с одной и той же парника, да, да, и вот все равно. Зачем это делать? Знаете, я верю, как оно происходит? Я верю, что Бог посылает тебя в тот ряд, куда ты можешь выбрать. И Он доверяет тебе о твоем выборе, и потому что ты сам Его будешь кушать, Он кушать не будет. Твой выбор. Зачем Богу на уши садиться? Как нам вообще быть Вадимой? Слышим ли мы его голос, или это другие голоса? Или может быть чувство, сны, сновидения, убеждения? Что происходит? Какая работа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно мыслить духовно. Каким образом? Скажите. Я сейчас не против, послушайте, я сейчас не против духовных движений. я говорю о том, что я сегодня, прямо сейчас, нахожусь в Его совершенной воле, и я хочу совершить Его волю, передвигаясь отсюда, вниз даже, чтобы на пути я мог помолиться с людьми, быть Его совершенной волей, чтобы мог быть управляемым, направляемым им каждый день, а не только, когда захотел, чувство нашло, вздохнул, точно, или там рука, справа с стороны начала рука болеть, поворит уже направо. Через три метра прошел слева и начинает налево поворачивать, потом пришел в тупик, думаешь, а что это было? Дух Святой ясно ведет нас к пониманию Священного Писания. В ежедневном решении нашем, которым мы делаем, мы должны опираться на самое важное Слово Божье, это Библия, Тора. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но стоит на пути, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господней воля Его, и о законе Его помышляет день и ночь. Скажите, ну так это, ну так это, как это день и ночь читать Библию? Ну надоедает. Особенно паралопоминон. Почитаешь и думаешь, одни имена, ну одни имена. И вот когда начинаешь читать, я знаю, что молодежь, начинает читать, кто, зачем, какие, 30 тысяч, 40 тысяч, какие колены, исчисления, всего, и они сразу раз так и переворачивают. А там в именах именно очень многое есть, но грустно замечать, когда иногда мы в повседневной нашей жизни осознательно приступаем в Священное Писание. Кто из вас сознательно не приступал вообще? Я скажу так, нет таких людей здесь в зале либо в интернете, которые знали хорошо Священное Писание и в сознательной жизни не приступали его. Да, просто ну, неудобно сказать, что был на собрании, когда ты не был там. И начинается, ну вот, ну как ты так не успел, чуть-чуть там опоздал, но когда пришел, были закрыты двери. Ну, понимаете, да, мы каким-то образом пытаемся все равно, вместо того, чтобы было да, да, или нет, нет, мы все равно каким-то образом начинаем решать. эти вопросы. Мне грустно, когда люди, вот, в повседневной своей жизни мы приступаем и противоречим Слову Божьему и отказываемся вообще быть вводимым Духом Божьим. Самое главное вождение Духом Божьим. Белое есть белое, черное есть черное. Быть вводимым, это значит называть все своими именами. Не то, что я думаю о тебе. Я тебе скажу, что я о тебе думаю. это я тебе правду матку выскажу. Не, нет, в своей жизни. Павел говорит о делах плоти, проявляющихся в грешных наших желаниях. У нас есть много грешных желаний. Знаете, какие бывают часто? Иметь хорошую машину. Скажите, а что здесь грешного? Нет, грешного ничего нету, но хорошую это уже есть. вопрос, какая по твоему случаю хорошая, какая плохая. Для кого-то Мерседес это довольно нехорошая машина, потому что он любит японские машины. А для кого-то Запорожье, которое подарили. Мне однажды пастор рассказал один из Одессы, говорит, представляешь, после собрания приходит один человек и говорит, пастор, у меня для тебя есть подарок, но я хочу это объявить, чтобы все люди знали, чтобы все эти люди знали. Он говорит, я хочу пастору, Бог подал мне на сердце подарить машину. И пастор говорит, я сижу и думаю, машина, машина, ну вообще машина. И так рассказал, рассказал, уже после собрания вот я пошел искать машину. А другой догоняет его и говорит, пастор, ну зачем у тебя машина, дай мне ее. Говорит, пока я вышел, не вижу ни машины, ни другого. А тот говорит, ну как бы тут брат, который говорил, говорит, пастор, я тебе ее потом привезу. А что это за машина? Запорожец. А что ты не можешь привезти? Он говорит, не работает. Для кого-то по-разному какие-то вещи происходят, но все равно идем дальше. Нам необходимо использовать свой разум и учиться мыслить духовно и быть ответственны. Бог создал нас не с лишенным разумом, но дал нам духа распознавания. Он дал нам разум. Римлянам 12,2. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. я называю это вождение духом. Знаете, почему? Потому что, когда мой разум обновляется, я знаю, кто над ним работает. Я знаю, кто над ним работает. То, что добро, то, что прославляет Бога, то, что делает людей счастливыми, оно преобразует меня, я начинаю высвобождать свои мысли в действие. И я знаю, что становится благословеннее. Думайте по-библейски, разговаривайте с друг другом, как будто, знаете, этот человек, знаете, достойный уважения всего и почтения. Прислушивайтесь к тем, кто уже прошел путь жизненный, благоразумно делайте вывод. Меня поражает то, что, когда дело подходит до самооценки людей, то некоторые люди, впадают в крайность, они переоценивают свои дары, они приходят к тебе с какими-то намерениями, они считают себя очень духовной, ложной маской смирения. А некоторые люди недооценивают свои дары. И в этом, понимаете, для меня большая-большая печаль. Когда люди видят собственные таланты и намеренно не хотят ничего делать. Знаете, почему? Им страшно, что если они не будут успешны, их осудят. Послушайте, вообще людям на самом деле все равно. Я делал один эксперимент. Я сидел со своим сыном старшим, как раз у нас такие времена были, когда папа проводил отношения с сыном, я их брал, им было 12 лет, бармитцево и так далее. Мы говорили на очень откровенные темы, мужские. И мы сидели за столом и разговаривали. И он покраснел. И говорит, папа, люди рядом ходят, ну что ты так говоришь о таких вещах таких примелененных. Я говорю, сынок, вот люди ходят, а на самом деле им все равно, что я говорю. Хочешь убедиться? Он говорит, не-не-не-не-не-не. Я говорю, послушайте все, что такое секс до брака. Людям было все равно. Он покраснел. И сидит и туда, и сюда. Говорю, сына, чтобы вот так вот не было на улице о твоем имени говорили, много сиди, просто зная свое время, когда придет. Я хочу сказать, что мы должны быть направлены в Духа Божьем. Быть Вадимом Духом означает, что Бог побуждает нас исследовать собственное сердце, мотивы, дары, чувства и даже открывать жизненные взгляды для тех, кто углубляется в здравое учение. Водительство Духом всегда направляет нас для назидания. Не для того, чтобы кого-то убить или унизить. Когда мы Вадимы Духом Божьим, мы всегда должны быть чувство назидания. Чувство мне нравится, что я сделал. Мне нравится, что я был послушан. Мне нравится, что из Писания я взял очень глубокую вещь и поделился. И оно созидает, оно исцеляет. И Шуа говорит о себе о том, что льна курящего не угасит и трости уже надломлены не переломит. Другими словами, когда мы Духом Божьим движимы, пророческое служение или там еще молитвенное служение, какое бы у тебя не было вождение, то оно всегда служит для того, чтобы поднять, для того, чтобы люди получили исцеление, для того, чтобы вдохновение пришло. Я честно скажу, для многих людей вождение Духом Святым или Божьим Духом означает пойти кого-то унизить. Где ты, что ты. А вы замечали, что в Украине есть такая, как бы, ну, не знаю, вредная привычка. Вредная привычка говорить после всех событий, после чего произошло, я же тебе говорил, ну, я же предупреждал, я же об этом еще так давно говорил, а, или говорил, вот, я не понимаю, честно об этом. Мне не нужно, что ты мне говорил, мне хотелось узнать, что ты сделал, когда там это происходило. Особенно это бывает, вот, знаете, вот в родственных вещах. Я же говорил, ну, что теперь будем делать? Уже прошло, уже это совершилось. Нам нужно теперь исцелить, поднять и дать возможность дальше идти. Павел пишет о том, все мне позволительно, но не все полезно, не все назидательно. Бог ведет нас, чтобы мы не обижали людей, не служили соблазном для других, не становились причиной разделений, не ревновали о бескомпромисс на создании, вот, знаете, на основах Писания. Он нас ведет, чтобы мы не шли на компромиссы с Священным Писанием. Цель Божьего вождения состоит, чтобы мы были вводимы и продемонстрировать для нас свою правоту, Божью правоту. Цель, когда мы служим другим, это не сказать, ты знаешь, я был прав, а говорить, ты знаешь, что Бог был прав, что Бог, он сказал, он исполнит. Быть Вадимом Духом значит возрастать в мудрости Писания. Мы должны молитвенно совершать свой путь каждый день. Необходимо обновлять наше мышление в Писаниях, вдохновляться псалмами, видеть, что Писание говорит о притчах. Между прочим, я говорю, для многих сегодня бизнесменов, хотите иметь успех, начните читать притчи. Вот каждый день одну главу. Прошли месяц, начните еще раз. Вы найдете там такую глубину откровений, что вы начнете процветать. Никогда не забывайте молиться. Галатам 4, 6. как вы сыны, то Бог послав сердца вашего духа сына своего вопиющего к нему ава отче. Это не просто помолиться. ну что, помолимся, да. Это дух, вот вождение духом Божьим. Я говорю, каждый день, мы, когда становимся на молитву, внутри нас, мы говорим, Абба, спасибо. Вот 13, он кричит крик. И если иногда нужно покричать и выйти к соседу на балкон, можно накричать на него, но не на соседа, кричите Богу. Абба, отче. Водительство духом имеет подтверждение в близком хождении с Господом, смиренной, чистой молитвой. И эта молитва должна быть постоянная. Римлянам 8, 26. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Другими словами, мы когда вводим и духом Божьим, у нас проходит молитва. Наша часть, наша жизнь, она открывается внутри нас. Это означает, что мы всегда готовы молиться, всегда. Не только, когда нам становится страшно. Значит ли это, что мы будем жить без ошибок? если мы вводим духом Божьим. Не будет даже того, чтобы иметь искушений в пасть в грех, заблуждение. Хождение в духе Божьем сделает ли нас фактически непобедимыми и неприкосновенными о житейских ситуациях? Конечно же, нет. дух не заменит нашу природу, какой она была. Скажем так, безупречной. Дух Божий не заменит нашу природу человеческую, вот к чему мы родились, да, на безупречную природу, но обновит нашу природу продолжительным процессом. продолжительным процессом. Кто из вас на себя разливал какой-нибудь сок томатный или, особенно если это сок виноградный, кто-то разливал на белую футболку себе, да, нужно время, чтобы ее выстирать. Конечно, можно прибежать сразу, взять белизну и все это замочить и все остальное, но знаете, что белизна очень сильно рушит саму ткань, а можно постепенно вымочить, потом ее нагреть, прокипятить, потом постирать, потом еще раз, и через время этих процессов мы начинаем видеть, что приходит отбеление, также и дух, который внутри нас, он не меняет нашу природу мгновенно на идеально безупречную, но он работает над нашей природой падшего человека, изменяя через познание Писания, через молитву, через общение, через добрые дела, меняет нас, чтобы нас узнавали. Мы должны помнить, что мы не становимся сыновьями, а мы уже сыновья и дочери. Хотя это вопрос для многих очень такой риторический, потому что говорится, как будто здесь сыновья, только о мужском положении Бог заботится. Нет, Он заботится о каждом человеке, и мужском, и женском. Дух Святой всегда ведет к Мессии. Когда мы Вадимы Духом Божьим, потому что Вадимы Духом Божьим суть сыны. Что происходит? Я буду заканчивать, хотя еще много хотел говорить. Дух Святой в своем руководстве всегда будет нас вести к Мессии и Голгофе. Дух Святой Он однонаправляющий, или вот говорят так, есть односторонняя дорога. У Него нету двухсторонней дороги. Дух Святой всегда будет направлен в одну сторону. Это Мессия, Который взял твои и мои грехи, а также каким образом через крест. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что Ешуа был искушаем три раза, чтобы он не шел на крест. Помните, да? Это когда ушел водное погружение, был испытан в пустыне, дьявол ему говорит, вот все царство, только поклонись мне. Тебе не стоит идти на крест, чтобы быть владыка всего, царем праведности. Тебе не нужно, не надо на крест идти. Потом Петр, когда узнал, что Ешуа сказал ему, я пойду на крест, умру, страшно. И Петр говорит, да не будет так. Нет, ты не думаешь, что это Божье. А также на самом кресте говорит, сойди с креста, и мы уверуем. И вот печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Так случается, когда наши грехи, они тревожат нас, а нас тревожат наши грехи. Если они тревожат, уже беда. Да, судят нашу совесть. Они всегда нам помогают прийти к тшуве, то есть к покаянию. И вот эта печаль о том, что он уже покается, производит, приводит ко спасению. А мирская печаль, то есть какая мирская? Ах, еще не нагулялся. Это печаль, понимаете разницу? Есть люди, которые упали, говорят, ах, я упал. Это так неприятно. И Дух Святой ведет тебя к покаянию. А те, кто уже мирская печаль для него, еще мало. Ему плохо от того, что мало. И она, конечно, ведет к смерти. Что касается Духа Святого, Он всегда будет тебя вести к покаянию, в Голгофе. И Он всегда возвращает нас Господу Ишу и от Креста к престолу благодати. Он дает уверенность в нашем сонаследии. Отметим, что когда Павел говорит о том, что ибо все вадимы Духом Божьим суть цены Божьей, цены означает унаследование чего-то, что мы имеем. Здесь вот слово цены означает, что мы приобретаем с сыновством некоторое обещание, что мы его дети. А если дети, тогда он заботится о нас друг с другом. Поэтому Дух ведет нас, как я сказал, к Мессии, к Сыну, Ту, кто возлюбил нас. И первое послание Иоанна 3, 2 говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Другими словами, Дух Святой всегда будет нас вести к тому понятию, что мы Его дети, мы имеем сыновство. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Нам необходимо возрастать в уверенности. Даже когда нам очень плохо, через покаяние мы проходим этот путь. И нам нужно знать, что я сонаследник. Друзья, мое послание сегодня в том, чтобы мы не чувствовали, когда этот хайп произойдет пророческого состояния или же откровения какого-то. Этот хайп, он временное состояние, но постоянство находится в вождении Духом Божьим каждый день. И наслаждаться этим, наслаждаться этим присутствием, его каждый день, он в вождении есть. И даже когда мы спотыкаемся, где-то, может быть, не дотянули по стандарту, нам нужно помнить, что он нас ведет ко Христу, где у нас есть покаяние, есть восстановление и чувство сыновства. Но в этом пути у нас есть, мы помним, что есть крещение Духом Святым, для того, чтобы те дары, которые Богом даны, они свидетельствовали о том, кто меня спас. Кто меня спас. Через ходатайство к Нему Он нас ведет ходатайство друг за другом. Быть примером этого ходатайства, человеком, который знает Бога каждый день. Возможно, вы чувствуете себя, что вы достаточно знаете, что значит быть Вадимом Духом Божьим. Я надеюсь, что мое послание, которое я сегодня вам сказал, поможет вам просыпаться каждое утро и кричать «Слава Богу!» И честно, я говорю, я просыпаюсь, утром внутри меня слава Богу! Я вообще благодарен! После двух инфарктов вообще будешь благодарен еще больше! Я благодарен! я чувствую, что Он меня ведет! Я не спрашиваю эти такие вот люди, «Итак, сегодня в три часа дня что мне нужно делать? Я хочу быть Вадимой!» то есть, Он меня рядышком направляет и в три часа дня ситуация бедный человек лежит на земле и у меня решение сказать, чур, че, пошел сюда или сказать, не, наоборот, это вождение, чтобы поднять его, помочь ему подняться, а может у него инфаркт, позвонить, быть ему тем самарянином на пути, либо другие ситуации, и я называю это вождение Духом Божьим. Я быть хочу этим сыном, который Вадим Духом Божьим. И если нужно помолиться о воскресении из мертвых, как раз нормальная идея, вот, услышите, нет, не ждать хайпа, вот когда оно там будет, когда большая конференция произойдет, когда мы соберемся все вместе, или когда Влад играет на своей гитаре, все стороны поют, о, как хорошо, вот это, вот чуть-чуть, и мы поднимемся на эту аллею, вот тебе должны открыться небеса, и все произойдет, а я говорю вам, будьте, ходите в этом состоянии каждый день, каждую минуту, и если ты, будучи праведным, оправданным, и споткнулся, что не застраховано ни одним человеком, то знай, он всегда подставит свои пронзенные руки, и скажет сын мой, поднимайся, хватит так лежать и в истерике биться, все нормально, поднимайся, праведник поднимется и пойдет дальше, сколько раз? Семь? Я думаю, у Бога больше, чем всем для нас шансов. Что интересно, если вы заметили еще такую вещь, Бог дает, мы хотим, чтобы Бог дал нам шансы, и мы не говорим, Господи, еще один шанс, мы говорим, можно еще шанс, а через время можно еще один, а когда касается человеческих отношений, у нас, мы говорим, хватит шансов, всякому делу есть предел, поменяем давайте, шанс у каждого из нас есть, как отношений и человеком и Богом. Я называю это хождение в духе, в духе, не просто спонтанно какие-то решения, хождение в духе. Замечайте просто, замечайте, что Бог делает, присматривайте, прислушивайтесь. Возможно, там есть крика помощи, а где-то звонок о том, чтобы послушать того, кто сильно, что все надоело. Ты сидишь, повесили тебе на уши, как люди говорят, и ты слушаешь, и слушаешь, и слушаешь. Только одно прошу вас, не положите на нем трубку, а обязательно помолитесь. это привилегия наша с вами провозглашить в те уши, которые на втором конце, милость Божию. У нас столько шансов, таких хороших. Раньше не было телефона, нужно было бежать на Котовский, чтобы помолиться за кого-то, или на велосипеде проехать. А сейчас так легко позвонил и помолился. А потом раз человек пришел и видит, что может делать молитву. Хайп. Давайте не ждать этой волны, чтобы на ней прокатиться чуть-чуть, и все. А будем постоянно на этой глади. Кто когда-нибудь видел серфинг, да? Ну, кто-то смотрел там, они идут и ждут, вы смотрите, когда-то волна поднимется, и возможно, когда он на нее на гребень зайдет, то прокатится красиво, но очень быстро. Очень быстро. Но потом придумали еще лучше. К серфингу придумали еще и парус. Вот это самая прекрасная картина. ты взял этот парус, ветер Духа Святого надул его, а потом катайся, если не устанешь. А мы устаем. Поспал, поблагодарил, взял рюкзак и ищешь ветер Духа Святого. Давайте встали в наши ноги. Я бы хотел, чтобы вы помолились. помолились о том, чтобы мы находились в этом состоянии вождения Духом Святым. Чтобы было и молитвы, чтение, помощь людям, спонтанность, либо настойчивость, чтобы мы просто всякую минуту, которую мы имеем, воспринимали, что это подарок от Бога. Подарок от Бога. Как ты ответишь? Что бы сделал бы Машех? Прошел мимо? Может быть помог? Накормил? Благословил? И Он как сказал хорошие слова. Вы дайте им есть. Вы каждому из вас, Бог говорит, вы становитесь благословением ближним твоим. По правую, по левую. Я не знаю, насколько были евреи в то время еще сказали, ой, спасибо, что покормил, но я знаю, что все-таки останется в сердце семя. Мы другие люди. Мы не отмерз его и никогда не будем. Однажды познав его милость и благость, мы говорим да ему, приглашаем в свою жизнь. Обновление приходит, новая жизнь, светкое все прошло, теперь новое, а если новое, воспринимайте свою жизнь как новую возможность. чтобы быть Вадимом Духом Святым. Вадим и Духом Святым. А Вин Шеб Шим А Руах, Дух Святой, спасибо тебе большое, что ты решил жить во мне. Мы тело твое, мы как община, как одно целое, мы твое тело. Порознь, мы члены, но вместе мы одно тело. Мы находимся в тебе, и твой Дух Святой он направляет, он ведет нас, он помогает и утверждает нас. А давай нам свои откровения, которые будут исполняться в наше время, но также давай мне жить каждый день, каждую минуту, каждую секунду, именно в твоем духе быть Вадим и тобою, даже на пути домой. Не быть безразличным, зациклен только на себя, а видеть, что ты делаешь, как остановить песчинника, как остановить наушника, как сделать так, чтобы люди могли познать тебя, возможно, кому-то нужна Библия, возможно, кому-то нужна остановка и молитва, кому-то нужна помощь, сесть, трамвай, а возможно, кто-то должен услышать, что Бог их любит, постучать и навестить, сообщить добрую весть и быть открытым на всякое доброе дело. Вождение Духом Святым, вождение Духом Святым, и это наше призвание, это наш призыв, это наша жизнь. И я еще раз зачитаю вам это местописание, ибо всякий, ибо все вводимые Духом Божьим суть его дети. Духом суть духом Редактор субтитров А.Семкин